библейский урок на воскресенье 9 августа 2020 года тема дух золотой текст ефесянам плод духа состоит во всякой благости праведности и истины ответное чтение писал ты господи ты испытал меня и знаешь сажусь ли я всталю или ты знаешь мои мысли понимаешь издалека еще слова не слетела с моего языка а ты господи уже знаешь его куда могу я уйти от духа твоего взгляда то куда убегу возьму ли крылья зари или переселюсь на край моря и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя славлю тебя потому что я дивно устроен дивны дела твои и душа моя вполне сознает это урок проповедь из библии псалтырь сердце чистое сотвори во мне божий дух правый обнови внутри меня четвертое царство или я сказал елисею проси что сделать тебе прежде нежели я буду взят от тебя и сказал елисей дух который в тебе пусть будет на мне вдвойне и сказал он трудного ты просишь если увидишь как я буду взят от тебя то будет тебе так а если не увидишь что не будет когда они шли и дорогой разговаривали вдруг явилась колесница огненной кони огненные разлучили их обоих и понес илья в вихре на небо елисей же смотрел и воскликнул отец мой отец мой колесница израиля и конница его и не видел его более и схватила надежды свои разодрал их на две части потом подобрал упавшие одеяние или вернулся на береге ордана держа в руках одеяние или он ударил им по воде и воскликнул где же он господь бог или и подобные или и ударил он по воде раступилась вода и елисей перешел реку посуху и увидели его сыны пророков которые в ерихоне издали и сказали почил дух или и на елисея и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли от луки и возвратился иисус в силе духа в галилее и разнеслась молванию по всей окрестной стране и пришел в назарет где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать ему подали книгу пророка исаи и он раскрыл книгу нашел место где было написано дух господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господне благоприятное и закрыв книгу он отдал служителю сел и глаза всех в синагоге были устремлены на него и он начал говорить им ныне исполнилось писание все слышанное вами от матвея тогда приходил иисус из галилеи на иордан к иоанну креститься от него иоанн же удерживал его и говорил мне надо накреститься тебя и ты ли приходишь ко мне но иисус сказал ему в ответ оставь теперь и вот так надлежит нам исполнить всякую правду тогда иоанн допускает его и крестившись иисус тотчас вышел из воды и си отверзлись ему небеса и увидел иоанн духа божия который сходил как голубь и не спускался на него и си глаз неба глаголющий си есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение между фарисеем и был некто именем никодим один из начальников иудейских он пришел к иисусу ночью и сказал ему рави мы знаем что ты учитель пришедший от бога ибо таких чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ними бог иисус сказал ему в ответ истинно истинно говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие божие никодим говорит ему как может человек родиться будучи стар неужели можем другой раз войти в утробу матери своей и родиться иисус отвечал истинно истинно говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в царство божие рожденный от плоти есть плоть рожденный от духа есть дух не удивляйся тому что я сказал тебе должно вам родиться свыше дух дышит где хочет голос его слышишь они знаешь откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рожденным от духа кремлян и так нет нет ныне никакого осуждения тем которые во христе иисусе живут не по плоти но по духу потому что закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти ибо живущие по плоти о плотском помышляют а живущие по духу о духовном помышления плотские суть смерть а помышления духовная жизнь и мир и все водимые духом божиим суть сыны божия потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче! Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи. Из книги «Наука и здоровье» с ключом к священному писанию учебника целителя, написанного известной целительницей Мэри Беккер Эдди. Познание всеохватности Бога Три великих реалии духа – всемогущество, вездесущность, всеведение, духа, обладающего всей силой, заполняющего все пространство, составляющую всю святую науку, навсегда опровергает верование, что материя может быть реально существующей. Эти вечные истины раскрывают первоначальное существование как сияющую реальность Божьего творения, в которой все, что Он создал, было определено Его мудростью весьма хорошим. Так как истинный человек соединен наукой со своим Творцом, то смертным нужно только отвернуться от греха и забыть свою смертную личность, чтобы найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и познать, что Он – Сын Бога. Христос, истина, был раскрыт в Иисусе, чтобы доказать власть духа над плотью, показать, что истина проявляется в своем влиянии на человеческий разум и тело, исцеляя болезни и уничтожая грех. Узкий путь Если гармония и бессмертие человека не становятся более явными, значит, мы не достигаем правильного понимания Бога, и наше тело будет отражать то, что им управляет, будь это истина или заблуждение, понимание или верование, дух или материя. Поэтому, сблизься же с Ним и будешь спокоен. Будьте внимательны, воздержаны и бдительны. Прям и узок путь, ведущий к пониманию, что Бог есть единственная жизнь. Это борьба с плотью, в которой мы должны победить грех, болезнь и смерть, либо здесь, либо в жизни следующей, но определенно, прежде чем мы сможем достигнуть цели духа или жизни в Боге. Неблагоразумно колебаться и останавливаться на полпути или надеяться, что можно действовать одновременно в согласии с духом и с материей, с истиной и заблуждением. Есть только один путь, ведущий к духовному бытию, а именно – Бог и Его идея. Научное управление телом должно быть достигнуто посредством божественного разума. Невозможно владеть телом каким-либо иным путем. Что касается этого важнейшего момента, то руководствоваться робкой осторожностью здесь абсолютно недопустимо. Только всецело полагаясь на истину, можно обрести научную исцеляющую силу. По мере того, как смертные будут приобретать более правильное понятие о Боге и о человеке, многочисленные предметы творения, ранее невидимые, станут видимыми. Когда мы поймем, что жизнь есть дух, который никогда не обитает в материи и не происходит от нее, это понимание разовьется до самозавершенности, находя все в Боге добре и не нуждаясь ни в каком другом сознании. Дух и его творение – единственные реальности бытия. Материя исчезает под микроскопом духа. Грех не имеет опоры в истине, а болезни и смерть были преодолены Иисусом Христом, который доказал, что это – формы заблуждения. Духовный образ жизни и благословенность являются единственными доказательствами, которые дают нам возможность познать истинное существование и испытать невыразимый покой, исходящий от всепоглощающей духовной любви. Вечный человек признан. Когда ложные человеческие верования, хоть самая малость, познают свою ложность, они начинают исчезать. Познание заблуждения и его образа действия должно предшествовать пониманию истины, уничтожающей заблуждения, до тех пор, пока все смертное материальное заблуждение в конце концов не исчезнет, и вечная истина о том, что человек, созданный Духом и от Духа, является истинным подобием своего Творца, будет распознано и постигнуто. Свидетельство чувств. Ложные свидетельства материальных чувств резко отличаются от свидетельства Духа. Материальное чувство повышает свой голос и, превозносясь над реальностью, говорит, «Я во всем бесчестно и никто этого не знает. Я могу обманывать, угать, прелюбодействовать, грабить, убивать, но, прикрывая свое злодейство сладкоречивостью, остаюсь неразоблаченным. Имея животные наклонности, коварные мысли, злобные замыслы, я намереваюсь превратить свою короткую жизнь в сплошной праздник». Как приятен грех. Грех преуспевает там, где доброе намерение вынуждено ожидать. «Весь мир мое царство. Я восседаю на великолепном троне материи. Но в любой момент прикосновения, несчастный случай или Божий закон могут полностью уничтожить мой покой, потому что все мои воображаемые радости пагубны. Впадая в отчание, я разливаюсь, подобно извергающейся лаве, и сверкая блеском всепожирающего огня». Свидетельство души. Дух же, свидетельствуя о противоположном, говорит. «Я есмь Дух, человек, чувства которого духовны, мое подобие. Он отражает бесконечное понимание, ибо я есмь бесконечность. Красота, святости, совершенство бытия, нетленная слава – все принадлежит мне, ибо я есмь Бог. Я даю человеку бессмертие, ибо я есмь истина. Я заключаю в себе и сообщаю все блаженство, ибо я есмь любовь. Я даю жизнь без начала и без конца, ибо я есмь жизнь. Я превыше всего и даю все, ибо я есмь разум. Я субстанция всего, ибо я есмь сущий». Вечная истина разрушает все то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и тогда обнаруживается настоящая жизнь человека как чадо Божие. Манифестация истины – есть жизнь вечная. Смертный человек не может подняться над бренными обломками заблуждения, над верованием в грех, болезни и смерть, пока он не познает, что Бог – это единственная жизнь. Верование, что жизнь и ощущения находятся в теле, должно быть преодолено пониманием того, что есть человек как образ Божий. Тогда Дух преодолеет плоть. Сила Духа. Разум – властелин телесных чувств и способен победить болезнь, грех и смерть. Пользуйтесь этим Богом данным властью. Овладейте вашим телом и управляйте его ощущениями и функциями. Поднимитесь в силе Духа, чтобы молитвенно противостоять всему, что не сходно с добром. Бог создал человека способным на это, и ничто не может отменить дарованное ему Богом способности и силу. Аминь. Открыть. Пользуйтесь. Грех. Грех. Пользуйтесь. Продолжение следует...